Встречали мнение, что при ретуши кожи использование миксер кисти это так же плохо, как и использование фильтра гауссиан блюр. Почему-то многие считают, что оба этих инструмента одинаково убивают кожу, превращая ее в пластик. И я даже знаю почему. Просто не все понимают принципы их работы и не умеют ими пользоваться. Давайте сегодня сравним эти два инструмента и посмотрим, как они работают в ретуши. Я специально выбрала портрет с нетипичным светом. Здесь помимо рисующего есть два контровых источника, создающих сложный светотеневой рисунок. И тут проявляются основные проблемные зоны для ретуши. Боковые части лица, скулы, зона под глазами, нос, лоб. Это важно для наглядности, потому что чем сложнее работа со светотеневым рисунком, тем больше вероятность превратить лицо в пластик. Итак, понятное дело, что речь пойдет о работе с частотным разложением, поскольку очевидно, что просто блюрить изображение или замазывать его кистью это плохая идея. Поэтому я разложила фотографию на две частоты и создала среди нижних частот две копии. Для работы с гауссиан блюр и для работы с миксер кистью. Давайте начнем с блюра. Обычно для ретуши используют фильтр гауссиан блюр. И прежде чем приступать, давайте разберемся, как этот фильтр вообще работает. Это даст нам понимание темы. Открываем фильтр блюр гауссиан блюр и начнем с маленького радиуса с единицы. Простыми словами, этот фильтр берет каждый пиксель изображения и замещает его усредненным значением пикселей вокруг. И чем больше радиус, тем больше пикселей он захватывает для усреднения. Алгоритм действия хорошо заметен по границе шеи и фона. Чем больше я выбираю радиус, тем сильнее плывет граница. Это как раз и происходит из-за того, что все больше и больше пикселей усредняются и по сути смешиваются. То есть никакого волшебства не происходит и алгоритм просто делит картинку по квадратам и грубо говоря смешивает их. Думаю, уже становится понятно, почему такой способ плохо подходит для ретуши. Блюр никаким образом не сможет отредактировать свето-теневой рисунок так, как нам необходимо. Даже если мы будем выделять определенные области, а не блюрить всю картинку целиком. Посмотрите на эти сложные участки кожи. Очевидно, что подобный алгоритм просто наделает пятен, смешав все подряд. Давайте посмотрим, как это происходит на практике. Выделяю область. Здесь явная проблема. Это синячок под глазом. И посмотрим, как сработает блюр. На первый взгляд может показаться, что все отлично и синячок пропал, но давайте сравним до-после. Посмотрите, как пропал объем. Эта область стала абсолютно плоской. Это явно признак плохой ретуши. Поскольку натуральная ретушь сохраняет все важные объемы и формы лица. Пытаемся уменьшить значение радиуса, чтобы этот участок выглядел натуральнее, но волшебный эффект пропадает и мы видим все тот же синяк, просто он более размытый. То есть он никуда не уходит на низких значениях, а на значениях, когда он пропадает, пропадает и объем. Одна из проблем блюра выявилась. Сложно убирать дефекты подобным образом, не убив весь объем лица. Пытаюсь подобрать все-таки какой-то подходящий радиус, но выходит не очень. На радиусе около 20 синяк все еще на месте, но объем начинает пропадать. На радиусе около 10 уходят лишь мелкие неровности, но выглядит это лучше, чем при большем радиусе, поэтому оставлю так. Но убирание мелких неровностей как раз и дает пластиковый вид, потому что нам бы наоборот убирать крупные пятна, но что есть, то есть. Для частоты эксперимента я проработаю все лицо по областям, стараясь подобрать такой радиус, чтобы часть проблем все-таки уходила, но при этом хотя бы не совсем терялся объем. Включу вспомогательный черно-белый слой, чтобы лучше видеть цвета тень. Что мы наблюдаем? После блюра все явные крупные пятна, делающие неровным лицо, остались. Ушли лишь мелкие неровности и лицо при этом начинает приобретать мыльный эффект. Очевидно, что мы не можем никак вручную контролировать этот процесс размытия и смешивания пикселей, потому что этот фильтр работает по пиксельной сетке, деля ее на определенного размера квадраты, и мы можем влиять только на размер этих квадратов. А в ретуши кожи любая автоматизация это провал. Если честно, даже ретушью назвать это сложно, поскольку все проблемы остались на месте, картинка стала просто более разглаженной по микрообъемам. И, кстати, на до-после хорошо видно, что для натуральной ретуши важна работа именно с макрообъемами, а не с текстурой, потому что текстура тут явно в порядке, она на месте, но картинка начинает замыливаться. Давайте переходить теперь к миксер кисти. Сразу скажу, что я этот инструмент уважаю и пользуюсь им во многих случаях. Кстати, не только в ретуши кожи. Немаловажно помнить о настройках. Обратите внимание, что я обычно работаю на сниженных значениях всех параметров. Чем же мне нравится этот инструмент? Тем, что в отличие от гауссиан блюра я полностью его контролирую. Я могу выбирать не только область размытия, а точнее, думаю, правильнее сказать область растушевки, но и ее интенсивность, направление и так далее. Конечно, миксер кистью можно сделать ненатуральное мыло, если переборщить, но в умелых руках этим инструментом можно сделать все, что угодно, даже полностью перерисовать светотеневой рисунок. Причем сделать это довольно быстро. Сейчас, конечно, будут комментарии в духе «твоя миксер кисть фигня и мыло», но хочу заметить, что мыль это, во-первых, не инструмент, а тот, кто этим инструментом работает, а во-вторых, я думаю, все-таки понятно, что в данном примере я намеренно работаю сейчас грубо для наглядности и демонстрации того, что кисть полностью управляема, и что работая ею, можно реально исправить различного рода проблемы. К примеру, я могу менять форму бликов, работать с макияжем, в данном случае с бровями, выглаживать неровности, редактировать светотень и форму лица. Как видно, по черно-белому слою после работы с миксер кистью остается объем лица, но корректируются все светотеневые проблемы, которые Gaussian Blur решить не в состоянии. Посмотрите, все пятна, оставшиеся после блюра, миксер кистью выглаживаются. Давайте пройдусь миксером по шее и груди. Отретушировать эту область выходит очень быстро, и очевидно, что на областях, где гораздо проще объем и фактура, миксер кисть работает очень хорошо. То есть вы можете упрощать себе ретушь, работая миксером на объектах не первой важности и на объектах в расфокусе. Как я и говорила, сейчас на лице явный перебор с ретушью, но это всегда можно исправить, просто уменьшив непрозрачность слоя, уменьшая опасти до 70% и видно, как лицо начинает выглядеть натуральнее. Это, кстати, отличный способ спасти картинку, если вы перестарались с ретушью. Покажу на границе шеи и фона, как работает миксер кисть. По факту она также усредняет пиксели, как Gaussian Blur, но делает это гораздо аккуратнее и управляемее, поскольку учитывает область, направление мазка кисти, интенсивность нажатия, смешивание и прочие параметры. Этот инструмент был придуман для диджитал художников, чтобы они могли настраивать этот инструмент так, как им нужно, и делать его максимально похожим на реальную аналоговую кисть с краской. Думаю, на примере хорошо видно, как кисть растушевывает один цвет в другой и деликатно смешивает их, причем делает это так, как нужно мне, а не просто по пиксельной сетке. Какие делаем выводы? Первое. Любой инструмент, который ретушер полностью или хотя бы частично не контролирует, не подходит для ретуши сложных объектов, к примеру, для ретуши кожи. Второе. Если ретушер делает плохую ретушь, то виноват именно он, а не инструмент, поскольку инструмент сам по себе ничего не портит. Так что это не миксер-кисть плохая, а вы не умеете ей работать. Поэтому, если у вас раньше было предвзятое мнение насчет миксер-кисти, то, пожалуй, пересмотрите его, возможно, она станет вашим любимым инструментом в итоге. Какие советы я еще могу дать насчет миксер-кисти? Работайте на низких значениях параметров. Не пытайтесь все-таки сделать всю ретушь с помощью миксер-кисти. Помните, что вы можете пользоваться в дополнение к миксеру еще и, к примеру, Helen Brush или штампом. Ну и Dosh Burn никто не отменял. А при наличии подготовленной базы миксер-кистью, Dosh Burn пойдет куда легче. И все время сравнивайте до-после, чтобы проверять себя на предмет мыла и потери объемов. В общем, я считаю, что миксер-кисть отличный вспомогательный инструмент. И понятное дело, что это не инструмент для хай-энда. И всю ретушь кожи сделать идеальной миксер-кистью не получится. Но это отличный вспомогательный инструмент для ускорения ретуши. И он просто идеальная палочка-выручалочка при потоковой обработке. Сравнивать его с Gaussian Blur не то чтобы некорректно. Это просто бессмысленно. Поэтому не слушайте тех, кто гребет эти два инструмента под одну гребенку. Они принципиально разные. Я надеюсь, это видео было интересным для вас и вы узнали что-то новое. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Делитесь этим видео с своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я буду рада увидеть вас здесь же на следующей неделе, когда выйдет новое видео. До встречи и пока! Продолжение следует... Продолжение следует...